Народный хорал-парламент Калмыкии принял закон о смешанной системе выборов. В рамках прошедшей 33-й сессии парламентарии большинством голосов поддержали законопроект, инициированный главой региона Батухасиковым. Согласно предложенной реформе, на выборах в Народный хорал в сентябре этого года 17 депутатов будут избираться по одномандатному округу, 10 по партийным спискам. Мы максимально стремились обеспечить принцип правильности представительства. Потому что на сегодняшний день у нас в Народном хорале 5 районов не имеют своих представителей. Поэтому, почему, откуда взялась цифра 17? Ну, методом такого небольшого анализа нашего. Вот мы взяли 12 округов примерно одномандатных. Получилось так, что примерно средняя численность одномандатного округа при 12 округах будет 16-17 тысяч. 16-17 тысяч избирателей это порядка 2 района уже. А если взять северный район, то даже 3 района. Соответственно, принцип представительства, он не соблюдается. И поэтому мы пришли к той цифре 17, когда среднее представительство количество будет 12 тысяч. Примерно это один округ, один район. Парламентарии Калмыкии положительно восприняли законопроект о смешанной избирательной системе. А депутат Народного хорала парламента Калмыкии Лаксан Гаджиев считает, что принятие этой реформы своевременно необходимо. По его словам, плюсы нововведения он сможет прочувствовать на себе, поскольку планирует избираться по новой системе на следующих выборах. Закон, я считаю, был принят своевременно и позволяет активным гражданам принять выборы в парламент. Важно то, что на сегодня каждая территория будет иметь своего закрепленного депутата. И он персонально будет нести ответственность перед теми избирателями. Я планирую, для меня это опыт, так как я в шестой созыв Народного хорала избирался по партийным спискам, а сейчас есть возможность поучаствовать в смешанной системе выборов. Также действующий депутат Народного хорала Артем Михайлов заявил, что сам намерен опробовать новый закон о выборах и пойти в качестве кандидата по одному из одномандатных округов. Документ действительно был очень важный для республики. И обсуждение, как вы сами, наверное, заметили, шло фактически, наверное, два часа, да, только одного вопроса. Но мое мнение, и как и мнение в целом партии, мы единогласно его поддержали на фракции. И сейчас мы поддержали этот закон с теми доработками, которые там нужно внести. Но хочу сказать, что предисловие к этому закону еще было 10 февраля озвучено главой республики на стратегической сессии, когда мы встречались с молодежью. И молодежь, в принципе, поддержала тоже эту инициативу, это предложение, так как и молодежь теперь может представить своих депутатов в парламенте. Мы видим, что закон снизил ряд препонов, то есть количество подписей уменьшилось, да, можно выйти с самого движенца, и поэтому я думаю, что он открывает достаточно широкие пути для того, чтобы идти людям, инициативным идти и пробовать свои силы баллотироваться на следующий созыв парламента. Продолжение следует...